Путешествовать с ребенком с сахарным диабетом очень легко. Просто немного организации в начале и все как обычно. Не стоит бояться брать его с собой на природу, какие-то красивые места. Путешествуйте и вам наслаждайтесь жизнью, потому что все-таки сахарный диабет это не заболевание, это образ жизни и нужно стараться, чтобы ребенок так себя и чувствовал, как обычный ребенок. Маме, конечно, нужно предусмотреть, родителям очень много вещей. В первую очередь это как будет транспортироваться, хранится инсулин, потому что он хранится при определенной температуре, слишком холодно и слишком жарко. Этот препарат может испортиться и уже не будет иметь должного эффекта. Поэтому я рекомендую всегда брать с собой термосумку, сумку-холодильник. Все зависит от того, насколько вы долго и далеко едете, как долго, побольше. Есть сумки-холодильники на две ручки, есть на много ручек. С собой обязательно нужно предусмотреть несколько шприц-ручек. Даже если вы едете куда-то на 2-3 дня, все равно нужно с собой взять запасе, потому что может что-то случиться непредвиденное, ручка может сломаться, и вы можете где-то в регионах или в лесах не найти свободном доступе, чтобы купить. Обязательно нужно взять с собой глюкометры, тест-полоски в достаточном количестве, прокалыватели. Все это я рекомендую. Такую специальную сумку, которая имеет дополнительные карманы, и все в одном месте хранится. Если имеется система непрерывного мониторирования глюкозы, тоже лучше с собой дополнительную взять единицу, чтобы если ребенок активный, там купается, плавает, они бегают, что-то могут задеть, чтобы иметь в запасе. А все инсулины берем в ручную кладь, даже если это несколько шприц-ручек. Если мы едем за границу, могут возникнуть вопросы в аэропорту о наличии шприц-ручек, поэтому я рекомендую, чтобы у вас была справка от врача, желательно на английском языке, что пациент такой-то получает инсулины. И перечислены, какие с печатями. Если инсулины внезапно закончились, или шприц-ручка сломалась, в России, в принципе, можно купить инсулин или обратиться в медицинский центр, в медицинскую больницу, где есть эндокринология, и вам, конечно же, помогут. За границей сложнее, там нет свободном доступе продажи инсулина, только по рецепту врача, поэтому тут могут возникнуть трудности. Риски пакликемии, да, может повзрастать, потому что дети обычно активны, бегают, и много энергии тратят, у родителей всегда должен быть с собой запас быстрых углеводов. Можно использовать сахара и сок, можно использовать гипофри, которые более удобны в транспортировке, они не мнутся, не разрушаются в сумке, и поэтому, особенно если вы едете куда-то за город, в лес, в поля, в поход, то, конечно, гипофрии лучше, они более компактные и меньше травмируются при переноске. Путешествия на море имеют особенность, если у ребенка помпа. Тут мама выбирает два варианта, я бы сказала. Один вариант это снять помпу и перейти на шприц ручки, потому что на пляже обычно находимся долго, и не один раз заходим в воду, а много раз заходим в воду. Очень сложно уследить, вовремя снять помпу, особенно ребенок, если маленький, и не говорит вам, что я пошел купаться. Или просто отслеживать, вышел из воды, надели помпу. Конечно, здесь немножко сложновато, потому что если в плавках, купальнике, крепить ее тоже есть особенности. В принципе, помпа как в душе, так и на море, достаточно все хорошо держится, и вода не проникает, поэтому можно спокойно пользоваться и помпой, или перейти на шприц ручки. Это как вам удобно. Либра хорошо держится тоже достаточно. Если активные виды водного спорта, то она может, конечно, соскочить, поэтому я рекомендую дополнительно ее зафиксировать пластырем. А так, в принципе, все достаточно хорошо держится. С ребенком путешествовать прекрасно, всегда, даже если у него есть диабет. Это просто чуть больше организации от родителей требуется, и все. Продолжение следует...